Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. В этом видео хочу показать свои орхидеи, которые у меня появились месяц назад. Как они выглядят на сегодняшний день. Сейчас перед вами мультифлора бабочка. Название орхидеи буду писать на экране и показывать их по одной, чтобы можно было их лучше вам показать. У этой мультифлоры было распустившихся только 6 цветочков. Месяц назад. Сейчас они практически все раскрыты. Есть только один нераспустившийся бутончик. Вот я вам его показываю. Несколько цветочков она засушила на боковых цветоносцах. На боковых ответвлениях вернее. Первые цветочки, вот я вам сейчас их показываю, которые были при покупке, более яркие. У них напитали их больше оранжевого. А последующие, вот посмотрите, которые уже дома раскрылись. Здесь оранжевого поменьше. Но все равно они очень красивые. Очень мне нравится эта орхидея. Очень нежные цветы. Но, к сожалению, при покупке один цветонос был отломан. Я об этом рассказывала в видео. Я его поставила в баночку, вот так, в стаканчик, вернее, с водой ради интереса. Часть бутонов засохла, а три вот начали распускаться. Ну, как-то замерли в этом состоянии. Ну, посмотрим, что будет дальше. Турголь листьев у орхидеи нормальный. Корни в хорошем состоянии. Не внушает она мне опасения, пока я ее не пересаживала. Рядом здесь лежит средство почин. И неспроста лежит. Я у всех своих орхидей после покупки на грунт сверху кладу ломтики картошки, проверяя их на вредители. У всех почти есть подуры. Вот я нашла в интернете информацию, что с помощью вот этого средства почин можно их вывести. Я его посыпаю сверху на грунт. И, в общем-то, оно действительно помогает. Может, кому-то эта информация пригодится. Кстати, многие после покупки, смотрю, не проверяют на подур свои орхидеи. А их ведь так, может быть, не видно. Неворуженным глазом, так скажем. Они сами по себе, конечно, безвредны. Но, опять же, я нашла информацию, что их наличие снижает иммунитет у орхидеи. И они могут заболеть. Но сейчас покажу вам следующих своих красоток. Эта орхидея мне, конечно, очень нравится. Я от нее просто в восторге. Очень нежная. Это тоже мультифлора. К сожалению, она почти все цветы засушила, как вы видите. Но несколько цветочков еще остаются. Может быть, давно цветет. Может быть, это стресс у орхидеи. Листья в хорошем состоянии. Корни тоже нормальные у орхидеи. Опять же, она не пересажена. Думаю, что с ней должно быть все в порядке. Сейчас перед вами следующая моя красавица. Вот с такими интересными цветами. К сожалению, камера передает неправильный оттенок. На таком светло-лимонном, что ли, фоне расположены вот эти пятнышки рельефные. Они более темные, чем передает камера. Мне кажется, что в домашних условиях, вернее, у меня, когда находится орхидея, она стоит в глубине комнаты, что цветочки немножко стали более блеклыми. Но, может быть, мне это кажется. Также не все были бутоны распустившиеся при покупке. Сейчас все цветочки раскрыты. Все бутончики распустились. Она ни один цветочек не засушила орхидея. Это единственная орхидея, которая у меня в керамзите. Я так ее купила и тоже не пересаживала. Поливаю примерно раз в неделю. Смотрю, когда светлеют корни. И поливаю. Также обрабатывала ее от подор. То есть посыпала сверху грунт препаратом починь, который я вам показала. В ней вообще у нее на грунте я клала ломтики картошки. Подор было очень много. Вот такая красавица. Она чем-то похожа на дикого кота, но оттенок другой у цветов. Надеюсь, что с ней будет все хорошо. Ну а теперь покажу вам брасию. Сейчас перед вами брасия. Еще ее называют орхидея паук из-за формы ее цветов. Вот такая орхидейка. У нее было два цветоноса, когда она у меня появилась. На правом цветочке, на левом бутоны. На правом уже дома у меня цветы засохли постепенно. Цветонос, как вы видите, пожелтел и засох. Я его специально не обрезала, чтобы вам показать. Обрезать буду в самом низу. И уже в домашних условиях на втором цветоносе бутончики раскрылись. Появились такие вот милые цветочки. Губа сначала была белая с пятнышками. Потом по центру появился желтый оттенок. И вот сейчас губа становится малиновой, как вы видите на левом цветочке. Так что скоро она отсветет. Но все равно она какое-то время порадовала меня своими цветами. Также не пересаживала я эту орхидею. Пока не планирую. Пересадкой, наверное, займусь в следующем году, весной. Итак, я показала вам свои новинки, которые появились у меня месяц назад. Позднее у меня появились еще новые орхидеи. Их я покажу в одном из следующих своих видео. Следите за каналом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!